Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Тальшахар. Добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. И особая благодарность тем, кто является моими подписчиками. Если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. В недавнем видеоролике я рассказывал, как создать сверхприбыльную пирамиду за 6 месяцев. Но эта пирамида была основана на какой-то супер-мега-вау. Мази, таблетки, пилюльки, какой-то биологически активной добавки, которая лечила все, вся, от всего и от всех. В данном видеоролике мы разберем, как создать трансгалактическую пирамиду 21 века. Эксплуатируется мощная идея. Эксплуатируется то, что люди давно-давно хотят реализовать. И это может быть, например, полет на Марс. Люди все хотят наконец-таки посетить планету дальше Луны. Причем полететь туда в качестве туристов, а не в качестве астронавтов или космонавтов. И оказывается, появляется какой-то ученый, тугодумов, назовем его так, который представляет идею Фикс. И эта идея Фикс, благодаря определенным инвестициям, позволит совершенно скоро, в одних случаях через пару-тройку лет, в других через пару десятков лет, полететь в космос почти задарма, можно сказать, на халяву. Ну, в бизнесе пару десятков лет нет таких людей, числа народа, которые готовы были делать такие долгие вклады, инвестиции в подобный проект. И поэтому находят идею Фикс более приземленную, например, в двигательной воде. И все кричат об арабском ИГА, об арабской нефтяной ИГЛЕ, о том, что весь мир сидит у них, скажем, в шестерках, о том, что весь мир живет за счет интересов и настроения арабского мира, нефтяных магнатов. И вот двигатель на воде решит все эти проблемы, и геополитическая обстановка на Земле изменится. Вот и наш мистер Пупкин, который изобрел двигатель на воде, но ему нужны еще испытания, тесты, полигоны и так далее. И нужно будет все это реализовать, и реализовать это можно будет очень скоро. И просто вы подъезжаете, заливаете обыкновенную, а может быть, дистиллированную воду, и эта супермашина будет ездить. Почему мы в это не верим? Был когда-то гиперполуэт инженера Гарина, все думали, что это сказка, а сегодня это обыкновенный лазер. Мы не верили в компьютеры, которые были размером с комнаты, мы не верили в телефонные кирпичи, а сегодня это повседневная реальность. Мы не верили в Apple, и какие-то странные люди продавали свои акции за тысячи долларов, которые сегодня стоят миллиарды, и все это постоянно, постоянно действует на психику людей, каждый раз наивный обыватель думает, а вдруг, а может быть, это действительно новый Apple, а может быть, это действительно новый телефон, а сегодня производство ноутбуков это мега империя, а кто-то в это время не вложился, а вот теперь я как, а вот теперь я даже не там, а вот теперь я даже не в теме, а вот биткоины взлетели там в десятки, сотни раз, и мы тоже это прощелкали, и вот так, вот так, вот так, и вот так, и вот так. Вот так все это эксплуатируется и сбивается в народы. Но самое главное, это не может произойти сразу, должно произойти не совсем скоро, через пару, тройку, может быть, через пять лет. Такой фьючерсный проект. И опять же, как в случае с чудо-пилюлями, должен найтись какой-то супер-мега-эксперт, читай, никому неизвестный, но он очень независимый, видимо, независимый от журналов и других экспертов. Вот, и вот этот вот эксперт Попкин дает оценку, оценочную стоимость этого мега-проекта по полету в космос или двигатель на воде. Там может быть волшебная палочка-невидимка, сколько людей, как это все решит с точки зрения национальной безопасности, если появится в той или иной стране шапочка-невидимка, например, которая будет делать нас невидимыми, и мы можем проходить куда хотим и как хотим. Это же супер. Сказка становится боевым. И вот через пару-тройку лет, по оценке этого эксперта Попкина, он взорвет, он этот проект взорвет все биржи, и его акции будут превышать номинал в сотни тысяч раз. Но самое печальное, что вот четыре с половиной минуты я вам рассказывал о мега-проекте, но пока надо строить команду. Пока у этого проекта денег нет. И эти люди не могут внятно ответить на вопрос, почему инвесторы все известные и неизвестные отказываются вкладывать деньги в этот бизнес. И ссылка идет на то, и причина, объяснение. Первоисточник заявляет, что я хотел бы, чтобы это был проект не одного какого-то бизнесмена-олигарха, чтобы это был народный проект. Вот так люди продают идею народного проекта и народу. Там у этих, у ворот, этот, как его народ, писал в свое время Филатов, и вот этот, как его народ, говорит, думают обо мне, олигархи про меня не подумают, мы будем пользоваться этими двигателями. Три дорога покупать, и вот если бы это был проект народный, то это почти задаром, и как бы не пойти, и все идут. Но никто не может понять. Супер-мега-проект, супер-мега-бизнес, супер-мега-прибыль, супер-мега-вау-фикс-идея. А зачем нужен народ? Зачем нужна матрица? Зачем нужны какие-то там переливы, бинары с выплатами в силу? Знаете, почему говорят эти все разработчики? Зато абсолютно каждый за регистрацию в этой матрице получат сертификат будущего акционера, который поменяют на фантик это все поменяют. Акционеры эти бедные с фантиками на руках, которые никогда не увидят акции. Это эксплуатация очень хорошей темы, очень хорошей идеи, наболевшей, выстраданной идеей, что пора уже отказываться выкачивать из нашей матушки природы топливо, что может быть скоро мы слетим с нашей орбиты, а вот если это будет на воде, то это будет навсегда, ну и так далее, и снова по третьему кругу. И это фикс-идея, она в стороне, на нее все показывают пальцами, и под шум волны косят бабло в обыкновенной, в самое, что ни на есть обыкновенной, пирамиде. Матрица, не матрица, бинар, не бинар, это обыкновенная пирамида. Главная задача этой пирамиды подольше продержаться. И часть денег, не все сожрать деньги в один раз, а часть денег пустить на какие-то пыльные конгрессы, где будут вручать очередные значки, где быть может даже потратить часть денег на какие-нибудь там гаджеты, маджеты. А еще лучше уложить несколько тысяч долларов в какие-нибудь псевдопилотные макеты. Представляете, новостная строка, что тот самый вот изобретатель Попкин со своим проектом двигателя на воде прибывает в Дубае или прибывает в Лондон, и вот он показывает ее величество, английской королеве, или точнее ее представителю в 30-м царстве, показывает этот проект, и все хлопают в ладоши, светский раут, и столько бабла вкинута в этот раут, и все видят, и потом модераторы, потом администраторы, люди, которые находятся в этой бинарной иерархии высоко-высоко, показывают своим этим подписчикам, показывают своим первым, вторым, третьим и прочим линиям, в зависимости от глубины, о том, что наш проект развивается, и кто бы взлопыхать или как бы не говорили, у нас уже есть вот какая-нибудь стартовая площадка, или у нас есть уже испытательный завод где-нибудь под Клайпеда, или где-нибудь там под Сыктывкаром, который готов начать разработку, и вот чертежи по всевозможной показывают, там эти чертежи, разработки, какие-то слепки, какие-то, ну в общем, показывают и показывают и показывают, но конца этому всему не видно, зато параллельно работает, как хороший завод, как хороший комбайн, это матрица, переливы идут все в нужный карман, и никогда этой идее фикс не суждено сбыться. И фантики на руках у этих несчастных, горе-народных акционеров так и останутся фантиками. Так создается трансгалактическая пирамида 21 века. С вами был Тальшахов. Если вы не согласны, если у вас есть комментарии, я открыт для дискуссии. Ставьте свои лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой видеоблог. Удачи, друзья! Не попадайтесь в руки мошенников.